Ранее Яна Рудковская заявила, что ее младший сын к своим шести годам заработал на рекламе порядка 10 миллионов рублей. Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева в своей постоянной колонке для одного из журналов «Светских хроник» поразмышляла о знаменитостях и их детях. К подобной теме девушка решила обратиться после того, как наставница Димы Билана, музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что ее младший сын Саша к своим шести годам заработал на рекламе порядка 10 миллионов рублей. Говоря о воспитании звездных отпрысков, Водонаева призвала их именитых родителей не относиться к малышам, как к рекламным проектам. Алена не сомневается, что такой подход в конечном итоге отразится на психике ребенка, у которого, по сути, и не было никакого детства. Телеведущая напомнила, что сама воспитывает восьмилетнего сына Богдана и всеми силами старается оградить его от публичности. К слову, также поступает певица Виктория Дайнека, актриса Кристина Асмус, Юлия Ковальчук и многие другие. По словам Водонаевой, она ведет инстаграм сына и не допускает его до соцсетей. Девушка ждет, пока мальчик подрастет и сам решит, нужна ли ему такая популярность или же он вполне может прожить и без армии почитателей. Среди моих знакомых есть такие, кто благодаря своим чадам зарабатывает большие деньги. Я к этому отношусь с презрением, это, конечно, классно, что условный гном-гномыч в шесть лет зарабатывает 10 миллионов на рекламе, но не сделает ли он своим родителям ручкой в 10-12 лет, приводит 7 days. Руслова Алены Водонаевой, припомнила телеведущая и пример Макалея Калкина, еще в детстве снискавшего любовь и признание своей публики. Однако в более зрелые годы юношу ждало серьезное испытание, как и многих детей, попавшись в мир кино и шоу-бизнеса слишком рано.